Нас обвиняют, что мы там Донбасс оккупируем. Мы всегда это делали. И делаем сейчас. Да-да-да. Ну разве я что-то непонятное сказал? Здесь все умные люди, все все прекрасно понимают. Конец августа 2014 года. В разгаре бои под Иловайском. 26 августа появляются сведения о погибших военнослужащих из Мулина Владиславе Баракове и Сергее Русакове. В социальной сети их сослуживцы делают первые трагические записи. Дмитрий Горбачев, его фото на фоне танка Т-72Б3 с тактическими знаками 6-й отдельной танковой бригады, публикует снимки Баракова и Русакова, сопровождая текстом «Эта страшная война забрала вас». Андрей Фролов, фотография танка Т-72Б3 бортовой номер 662 с тактическими знаками 6-й отдельной танковой бригады и подписью «Мой пацанский ТАЗ на первый год» в альбоме аккаунта Фролова 27 августа делает запись аналогичного содержания. В комментариях он обвиняет российское правительство в сокрытии смертей российских военнослужащих в Украине. Сообщение других людей о гибели Баракова и Русакова. О погибшем Сергея Русакове информации немного. Сюжетов о его гибели журналисты не делали. Страница в соцсети Русакова была быстро удалена. В Твиттере последняя запись от 15 августа 2014 года, что его отправляют к границе, в Таганрог. С Бараковым все иначе. Эту смерть замолчать не получилось. В соцсетях остался его профиль. Бараков на танке Т-72Б3. Бараков в танкистском бронежилете российского защитного комплекта 6Б15. Грамота, которую получил младший сержант Владислав Бараков в 6-й отдельной танковой бригаде за достигнутые успехи и добросовестное выполнение воинского долга. В конце сентября Нью-Йорк Таймс публикует статью о тайных похоронах российских солдат, которые погибли на Донбассе. Корреспонденты побывали в деревне Селизова, общались с родственниками Баракова, заходили на кладбище, где похоронен Владислав. Судя по табличке на кресте, он был убит 24 августа. Таким образом, известно, что погибло как минимум два танкиста из 6-й бригады. Киселев и Соловьев, естественно, об этом не рассказали. 26 августа, в тот же день, когда появились записи о смерти танкистов 6-й отдельной танковой бригады, информационная служба «Радио Свобода», ссылаясь на журналистов «Эспрессо ТВ», сообщает, что украинские солдаты в бою отбили российский танк со всеми документами с российской военной части. На следующий день сайт «Эспрессо ТВ» выкладывает видеосъемку захваченного танка. На видео, снятом журналистом дорожного контроля Ростиславом Шапошниковым и журналистом «Эспрессо ТВ» Егором Воробьевым, трофейный российский танк Т-72Б3. Визуальные отличия Т-72Б3 от танков Т-72 других модификаций перечислялись в наших предыдущих материалах из цикла «Армия РФ в Украине. Расследование». На тот момент украинские военнослужащие уже обозначили танк двумя белыми полосами, отличительными знаками техники Вооруженных сил Украины, но еще не замазали российские опознавательные знаки. Белый круг на ящике с левой стороны башни. На фотографиях с переднего ракурса виден и белый круг, расположенный на верхней лобовой плите корпуса, ближе к ее нижнему краю. Опознавательные знаки данного Т-72Б3 соответствуют опознавательным знаком того периода, которые применялись 6-й отдельной танковой бригадой Вооруженных сил Российской Федерации. Однако это не все прямые доказательства. В танке была обнаружена карточка учета стрельб рядового «Березина» Алексея Алексеевича из 3-й танковой роты 1-го танкового батальона. Алексей Березин – тот самый военнослужащий, который на групповом снимке танкистов 6-й бригады фигурирует под номером 1. Именно танк его, экипажа, захватили украинские солдаты и сняли на видео журналисты Ростислав Шапошников и Егор Воробьев. В фотоальбоме страницы в соцсети у «Березина» есть групповой снимок 6-й отдельной танковой бригады. Еще одно фото из Ростовской области. «Березин» в танкистском бронежилете защитного комплекта 6Б-15. «Березин» в военной форме с петлицами танковых войск. Относительно подробностей захвата танка «Березина» сведения разнятся. Начальник Украинской бронетанковой службы вооружения оперативного командования «Юг» полковник Евгений Сидоренко в своем рассказе указывает, что дата захвата 24 августа, а 25-го он уже использовал трофейный танк в боевых действиях. Полковник Михаил Ковальский, на то время начальник инженерной службы оперативного командования «Юг», утверждает, что танк захватила его боевая группа 26 августа после обстрела из боевой машины пехоты, действуя из села Агрономическое. Вывести танк «Березина» из-под Иловайска не удалось. 29 августа при выходе из окружения украинские военнослужащие были вынуждены оставить трофейный танк. В статье Ярослава Тинченко упоминается, что полковник Евгений Сидоренко успел доехать на российском Т-72Б3 до окраин села Новокатериновка. Потом танк обнаружили боевики ДНР. Снимок со страницы в соцсети Михаила Пища. 14 сентября танк «Березина» неожиданно появляется в выпуске передачи «Вести недели» канала «Россия-1». Т-72Б3 подается как якобы захваченный ополченцами украинский Т-72 с оборудованием нероссийского и неукраинского производства. Этот танк бойцы Вооруженных сил Республики захватили сегодня. Впервые ополчение получило в свое распоряжение столь современную машину. Осмотреть трофей приехал министр обороны ДНР лично. Это модернизированный Т-72, современная цифровая система управления танком не советского и не украинского производства. Таблички на английском, GPS-позиционирование, лазерный дальномер, система свой-чужой. Замкомандира бригады говорит, что этот один танк может изменить соотношение сил на поле боя. Кстати, вся аппаратура не наша. Не радиостанция, все эти приборы не русские, не украинские. Танк «Березина» был захвачен возле села Агрономическое. В том же районе, у села Новодворское, был уничтожен еще один Т-72Б3 6-й отдельной танковой бригады. Этот танк показывали в новостейных программах канала НТВ. Сегодня и чрезвычайное происшествие 9 сентября 2014 года. Голос за кадром называет сожженный Т-72Б3 российской армии могучим украинским танком производства Чехии. Украинский могучий танк. Чтобы не говорили нам, что у них потерь нет, и все танки целы. Оторванная башня. Это был танк Т-72, поставка с Чехии. На танке сохранился опознавательный знак 6-й отдельной танковой бригады. Белый круг среднего размера, расположенный в нижней части верхней лобовой плиты корпуса. Другие фото этого же Т-72Б3, снятые в разное время. Уничтоженный у села Новодворское Т-72Б3 есть и на видео боевиков под названием «Дороги войны. Донецк». На спутниковом снимке карт Google за 14 сентября 2014 года можно посмотреть его точное местоположение. Как видим в сети, огромное количество следов использования путинским режимом регулярной армии для атак на Украину. Эти свидетельства будут использованы во время трибунала в Гааге, на котором будут судить все высшее руководство РФ, причастное к военным преступлениям на территории соседнего независимого государства. Подбрасывают дров и бывшие соратники Путина. Источник в российском парламенте в интервью итальянскому изданию «Карьера де ла Сера» заявил, что российские войска четыре раза незаконно вторгались на территорию Украины. Газета ссылается на российский парламентский источник, близкий к партии президента «Единая Россия» и поддерживающие тесные контакты с военным истеблишментом. В первый раз, поясняет источник, это произошло в августе 2014 года, во время боев под Иловайском. Второй заход был осуществлен в октябре 2014. В 2015 году, по его словам, войска заходили во время боев под Дебальцево, когда в Минске проходили переговоры, а в последний раз спецподразделения Москвы появились в Украине месяц назад. В августе Киев сосредоточил 90 тысяч человек и был готов атаковать. «У нас не было выбора, однако наше присутствие сыграло роль сдерживающего фактора». Немецкая канцлер также оказала давление на Порошенко, убедив его, что могло произойти массовое убийство, сообщил источник. Напомним, что по данным ООН, в результате кремлевской авантюры на востоке Украины погибли более 8 тысяч человек. Видимо, этого количества, сильным мира сего, оказалось вполне достаточно на данном этапе их политических игрищ. За кого свечки поставил? За тех, кто пострадал и за тех, кто отдал свою жизнь, защищая людей в Новороссии. Это просто удивительный кретин. Редактор субтитров А.Семкин